МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Бочковский за миллион. Кто внесет залог за подозреваемого в коррупции чиновника? Зачистка Москворецкого моста. Кому так мешает мемориал Борису Немцову? Убийство в центре Одессы. Кто и почему набросился с ножом на директора гостиницы? И снова суд по избранию меры пресечения экс-главе службы ЧС Сергею Бочковскому и его заму. Чем он закончился? Достаточно ли доказательств для ареста? И под какой залог могут выпустить Бочковского? О том, что сегодня происходило, и о том, что было минувшей ночью. Ольга Рыцарь. Возле Печерского суда с самого утра два автозака. Сюда из Лукьяновского СИЗО привезли Сергея Бочковского. Бывшего главного спасателя, как и нескольких его подчиненных, допрашивали до трех ночи. Вероятно, это те, кто рассказал подробности после устроенного допроса в МВД. После вчерашней коллегии. Прокурора, который не нашел достаточно доказательств, заменили. И уже новый полночи искал дополнительные свидетельства хищения государственных денег. Уверяет, что нашел. Было выявлено еще четыре эпизоды злочинной деятельности указанных в оси. Эти злочины связаны с требованиями от служебных оси, которые пребывали в их подлежности, грешевых коштей. Было внесено до РДР, до единого регистра досуновных исследований. Четыре факта в действии злочинных действий. В дальнейшем эти эпизоды были объединены. За дело взялся дежурный судья Иван Козлов. И первым делом запретил журналистов снимать происходящее в зале. Прокурор и исследователь просят Блочковского арестовать или выпустить по залог. Миллион сто восемьдесят две тысячи гривен. Считают, именно на такую сумму нанес ущерб государству бывший глава ведомства. Адвокат уверяет, на свидетелей оказывали давление. Показания свидетельств – это слова, которые ничего не подтверждаются. Тем более, что шкода один миллион восемьдесят тысяч – это не показания свидетельств, это раздручивания с интернетом. Про сумму проведения государственных закупований. То есть даже не сумму закупований, а про сумму укладенных договоров. Даже не при державном закуповании. Жодного документа, который посвящен, что хоть копейка была перерахована, следствием не установлено. Выслушав все за и против, судья решил арестовать Сергея Бочковского на два месяца. За это время можно внести залог – почти миллион двести тысяч. А родственники уже отправились искать. На том же автозаке Бочковского отправили назад в СИЗО. А следом за ним в суд доставили его зама Василия Стоецкого. Пока везли, срок задержания истек. Продолжь 72-х годин по их закінчению он был звільнен из-под варты. И на данный час можно вольно пересуваться. После трех ночей в СИЗО обнимают жену и сына. А журналистам говорит, никакого отношения к бюджетным деньгам не имел. Занимался исключительно координацией штаба. После нескольких отводов судей и перерыва Печерский райсуд избрал новую меру пресечения и для Стоецкого. Как и бывшему начальнику – арест и залог. Более миллиона гривен. Пока родственники ищут деньги, экс-чиновники будут в СИЗО. Ольга Рызарь, Евгений Каминский. Подробности. Телеканал Интер. Куда пытался бежать убийца капитана СБУ Виктора Манзика? Где он сейчас? И какие версии того, что произошло в ночь убийства в Волновахе? Подробнее Елена Митясова. На почве чего произошел конфликт и кто же все-таки пытался провести контрабанду? В гибели сотрудника СБУ Виктора Манзика больше вопросов, чем ответов. Нардеп Андрей Денисенко, помощник которого и убил правоохранителя, со дня инцидента упрямо твердил – Гордеев выстрелил, чтобы предотвратить контрабанду, трафик которой наладили сами спецслужбы. Я стверджу, что трафик горилки, так же, как трафик вугилля, повторюсь, так же, как и другие трафики, крышуют высокопоставленные офицеры правоохранительных органов. В том числе, на жаль, и СБУ. Гордеев вбил человеку. Поза всяким сомневом, он должен принести предвиденное законом покарание. Версия СБУ противоположная. Виктор Манзик, говорят, в ведомстве как раз развернул три обнаруженные фуры контрабандистов в райотдел. Это не понравилось. Гордееву он выстрелил в офицера. Потом шесть дней в бегах. Помощника Нардепа задержали вчера при попытке нелегально пересечь границу в Закарпатской области. Тут же в МВД сообщили, поимки содействовал сам депутат. В СБУ это тут же опровергли. Сегодня спецслужба комментарий не дает. А вот что нам рассказал советник министра МВД. Народный депутат Денисенко помог и своего бывшего помощника Гордеева. Сообщил о его телефоне секретном, что позволило выйти на его место расположения и задержать его. Я также считаю, что народный депутат не может отвечать за действия своих помощников. Сейчас Гордеев, по словам Геращенко, в Мариупольском СИЗО ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В МВД с выводами не торопятся. Говорят, истину установят следствие. И так же, как СБУ настаивает на публичном суде. Елена Митясова, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Деятельность преступной группировки Дениса Гордеева, причастного к расстрелу сотрудника СБУ, попадает сразу под 8 статей Уголовного кодекса. Об этом заявил первый главный милиционер Донецкой области Вячеслав Амройскин. По его словам, группировка несколько месяцев занималась контрабандой, вооруженными нападениями на граждан, на предприятия, похищением и пытками людей на территории области. 10 сообщников Гордеева уже арестованы. И еще об одном жестоком убийстве. В центре Одессы, на пересечении Дерибасовской и Преображенской улиц, накануне около 6 часов вечера, неизвестный с ножом набросился на директора гостиницы «Пассаж» и его охранников в фойе отеля, после чего скрылся. Жертвы скончались до приезда скорой помощи. Милиция нашла на месте брошенный нож. Длина его лезвия 27 сантиметров. Используя записи с камер видеонаблюдения, уже установили и задержали преступника. Это 45-летний Одессит, ранее судимый за тяжкие преступления, в том числе и убийство. В тюрьме он отсидел 13 лет. На этот раз ему грозит от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение. Директор гостиницы и подозреваемое лицо общались в течение дня несколько раз. Затем между ними во время общения произошел конфликт, в результате которого произошло убийство двух человек. И о том, что происходит сегодня в зоне АТО, уже готовы рассказать мои коллеги, которые находятся на Востоке. С нами на связи Станислав Кухарчук. Стас, ты сегодня был в Луганской области. Что там происходит? Что ты видел? Да, здравствуй, Наташа. Ситуация в Луганской области стабильно напряженная. В некоторых районах перемирия даже не наступала. Боевики по-прежнему обстреливают позиции украинской армии и пытаются прощупать нашу оборону. Действуют преимущественно диверсионно-разведывательные группы. По-прежнему самыми опасными направлениями остаются Бахмутская трасса, Станица Луганска и Город Счастье. По данным нашей разведки, пользуясь режимом прекращения огня, террористы укрепляют свои позиции, стягивают технику и наращивают силы. Если раньше они еще как-то пытались скрывать присутствие тяжелой артиллерии на линии фронта, то вот накануне открыли свои карты. Все, что произошло этой ночью, далее в сюжете. Посмотрите. Бахмутская трасса, свежие воронки на поле. Здесь не было ни одного дня перемирия. Правда, тяжелую артиллерию последние несколько недель боевики не применяли. И это было до вчерашнего вечера. В начале 11-го три блокпоста украинских военных накрыли из градов. Три российские установки залпового огня единовременно нанесли удар. В зоне поражения оказались не только позиции украинской армии, но и мирный поселок Новотошковка. Просто удивительно, что никто во время артналета не пострадал. Следом за обстрелом нашим бойцам пришлось принять ближний бой. Боевики пошли в атаку. Зимой за время боев террористы превратили Новотошковку в город-призрак. Большинство местных жителей выехали. В поселке едва можно найти хоть одно уцелевшее здание. Когда обстрелы прекратились, селение начало возвращаться к жизни. Здесь даже открылся местный рынок. Вчерашний налет снова поверг людей в ужас. В феврале месяце тут нас хорошо стреляли, а сейчас пока вот это тихо было. Жили, так радовались. Такий поселок красивый. Вообще все сделали. И этот обстрел, увы, не первый. В начале нынешней недели боевики обстреляли поселок Орехово из крупнокалиберных минометов. Активность террористов просто зашкаливает, говорят наши бойцы. Ну, за своими спосережнями. Бачим, что проникают, бывают гости ночные, подползают. Тобто группы противника. Приблизно 3-4 человека, они ходят. Больше, если 10 человек, то будет заметно сильно. Наступление боевиков военные ожидают к середине апреля. Говорят, готовы противостоять. Отдавать врагу украинскую землю не собираются. Станислав Кухарчук, Сергей Коваль, Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер, Луганская область. И о том, что происходит сегодня в Донецкой области, расскажет Ярослав Кречко. Он с нами на связи. Слава, слышишь ли ты меня? Где ты был сегодня? Да, добрый вечер, Наташ. Я скажу, что, как и прежде, обстановка остается сложной. В районе Донецкого аэропорта по Авдеевке боевики регулярно открывают огонь из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов. Постоянно боевики обстреливают украинские позиции под Горловкой. Ночью неспокойно было со стороны Дзержинска. Днем в Майорске, в районе трассы Артемовск-Горловка. Сейчас, по ходу, ведется бой на нульному. Ведется обстрел по нульному. Они тоже дают им ответку. Операции не передают, значит, все у нас нормально. Дорога из Дзержинска на Горловку уже давно закрыта. Редкие гражданские машины тщательно отсматривают и разворачивают. По словам наших военных, боевики открывают огонь по всем передовым украинским блокпостам в этом районе. Каждый день, можно сказать так. Даже, может, и два-три раза на день. В ночи так же самое. Працуют они, переважно, что с АГС и крупнокалиберным пулеметом. И утесы у них там стоят. Сейчас, слава богу, что минами не кроют в мирное время. Держим оборону. Всем нашим близким привет. А вот на другом участке Артемовского направления, в районе Дебальцево, сейчас затишье. Мирные люди возвращаются домой, понемногу занимаются огородами, но свои дома пока не восстанавливают, так как не знают, чего ждать дальше. И еще то, что мы уже много месяцев слышим во многих прифронтовых городах и поселках. Это отсутствие украинского теле- и радиовещания. Был какой-то приемничек, там одно казачье радио только брало. Но его со злости взял об стенку, хряпнул. Ну там такое же, сами понимаете, что там. Вот такие новости у меня сегодня, Наташа. Спасибо, слава. Ярослав Кричко был с нами на связи из Донецкой области. И какие новости на мариупольском направлении, расскажет Александр Пантелеймонов. Он уже у нас в эфире. Саша, здравствуй, что ты видел сегодня? Да, Наташа, сегодня в районе Мариуполя относительно спокойно. Днем боевики не обстреливали наши позиции в районе Широкино из артиллерии или минометов. Правда, дважды все-таки открывали огонь из стрелкового оружия. А вот вчера здесь был интенсивный минометный обстрел в Широкино. Трое наших бойцов пострадали. И вот сегодня мы их навестили в мариупольской больнице. Они нелегкие, непроникающие, больные стабильные. Один уже отпущен в строй. Вчера террористы вели буквально шквальный огонь из минометов по нашим позициям. Это нам рассказал боец нацгвардии с позывным «Ниндзя». Вот вчера он как раз попал под этот минометный обстрел, менял позицию, перебегал из одной траншеи в другую и получил ранение. Теперь даже вся его одежда и даже оружие, как решето. Ну и наши военные продолжают укреплять позиции вокруг Мариуполя. Вот десантники из Николаева сегодня окапывались на одном из пляжей. Говорят, в песке сооружать такие укрепления достаточно тяжело. Специфика в том, что грунт постоянно смещается, его засыпает. Естественно, что подготовиться ко всему невозможно, как говорится. Но по максимуму стараемся подготовиться, чтобы достойно встретить, если вдруг что, для обороны города Мариуполя. Ну и вот наши ребята не падают духом, говорят, уже ждут, не дождутся того момента, когда здесь можно будет не только нести службу, но и просто приехать отдохнуть. Наташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов был с нами на связи из Мариуполя. И о том, что происходит в оккупированных городах, мы каждый день узнаем у жителей, у местных жителей Донецка и Луганска. Давайте послушаем, о чем они нам рассказали сегодня. На постаменте памятника Ленину, обращенном к площади, наклеены детские фотографии. 25 улыбающихся детских лиц. Таких детей уже нет. Они погибли во время бомбежек Донецка. Под памятником Лампакте. Проходить там просто страшно. Сегодня объявлено, что пенсионеры с 1 апреля будут получать пенсию. И те пенсионеры, которые не переоформили пенсию на Украине, будут получать пенсию в рублях. В этом соотношении один к двум. В целом, именно в городе основка не улучшается и, слава богу, не ухудшается. Говорят, что в районе, ближе к Пасхе, намечается, скажем, жара. Что имеется в виду, я не знаю, какие-то боевые действия. Говорят, что будет просто жарко. А что на самом деле будет, честно, даже боюсь предположить. Сейчас в мультивалютный режим. Ходят доллар, ходят рубли и гривны. У нас очень красивый город. И мы его сделаем еще краше, нашими руками. Скоро мы будем высаживать цветы. На бульваре Пушкина. На бульваре Шевченко. Заклеенные рты в руках плакаты «Не убивайте АТР». В Киеве, на Майдане Незалежности, сегодня прошла акция в поддержку крымско-татарского телеканала АТР. Он находится на грани закрытия. Срок регистрации канала в Крыму истекает 1 апреля. Руководство пять раз подавало документы на продление лицензии, но каждый раз их возвращали обратно. На четырех языках участники акции обратились к мировому сообществу с просьбой повлиять на эту ситуацию. АТР – очень мироволюбивый канал. В нем есть культура, в нем есть язык, который сейчас практически забывает молодежь. Уничтожая СМИ, крымско-катарские национальные, уничтожается крымско-катарский язык, уничтожается крымско-катарская культура, уничтожается крымско-катарская история. И поэтому, соответственно, и уничтожается весь крымско-катарский народ. Круизный сезон в аннексированном Крыму. Почему самопровозглашенные власти полуострова так уверенно его анонсируют? Почему запрет о пересечении границы нарушается? Как минимум 170 раз иностранные суда заходили в Крым. И кто в силах это изменить? Ирина Исаченко подробнее. Немецкие туристы на набережной Ялты – самый яркий пример нарушений санкций границ Украины, да еще и гражданами Евросоюза. Это было спустя два месяца после закрытия Украины морских портов Крыма для международного судоходства. Об океанском лайнере под флагом Греции в порту Ялты узнал весь мир. Самопровозглашенные власти Крыма сами не удержались и похвастались. Мол, блокада прорвана. Вот что тогда сказала так называемый министр курортов полуострова. Я думала, что это Димаш. Они приедут, они вернутся, они расскажут своими семьям, они расскажут своим друзьям. Они, наверное, сформируют вот этот следующий поток. А сами жители Ялты не поленились и сняли видео, как Ocean Majestic пришвартовался в порту. Здесь, вот на этом месте, буквально за нашей спиной, стоит Ocean Majestic. Ушел из Ялты к вечеру, наверное, часов шесть было. Но немцы, как мечтали местные чиновники, не вернутся. После скандала немецкая туркомпания изменила маршруты круизов, и в этом году в Крым Majestic больше не зайдет. Зато тайной бесшумихи в акваторию оккупированного полуострова заходят другие иностранные грузовые и рыболовецкие суда. Вот свежий пример. 24 марта в порту Керчи заметили танкер-газовоз под итальянским флагом. И подобных нарушений за 9 месяцев свыше полутора сотен. Вот как реагируют в МИДе Украины. Было соответствующее реагирование Министерства закордонных справ в виде нот протеста до краины прапора этого судна. Главное реагирование, конечно, это от наших правоохранных органов должно быть. Но силовики и пограничники особой активности не проявляют. Суда нарушители погранрежима после Крыма беспрепятственно заходили в порты Одесской и Запорожской областей. Арестован только один единственный корабль. Сухогруз «Кантон» под флагом островного государства Тувалу на днях задержали в Херсоне. В Майдане иностранных дел. Это общественная организация составляет черные списки всех нарушителей. Отслеживают, конечно, и эту историю. Активисты говорят, сотрудникам Укрморречинспекции пришлось пойти на хитрость. Сначала задержали судно за формальные технические нарушения. Не работает двигатель на спасательной шлюпке. Рында не той системы, которая принята в Украине. Пока шло разбирательство. Генеральная прокуратура Украина смогла собрать доказательную, достаточную доказательную базу. И тут выяснилось, под руководством этого же капитана в октябре кантон заходил и в Севастополь. Теперь ему грозит срок от 3 до 5 лет. А сам сухогруз могут конфисковать. Это было бы уроком для всех, кто игнорирует санкции. Тем более сейчас, когда самопровозглашенные власти Крыма проанонсировали открытие круизного сезона. Пообещали туру Стамбул на турецком лайнере Ариадна. Это судно и год назад свободно курсировало между полуостровом и Турцией. Сами крынчане уверены, за нарушение блокады никого из иностранцев не накажут. Поедут все, как всегда это было. Конечно, поедут. И очень даже поедут. А санкции? Украина же запрещает входить иностранным судам сюда. Но насчет санкций я не знаю, как они будут решать этот вопрос. Эксперты Майдана и иностранных дел считают, риск, что поедут, действительно есть. Сейчас по законам Украины наказать можно лишь капитана. И то, если попадется. А надо бы компании судовладельца и хозяина грузов. При этом можно было бы задействовать Интерпол и арестовывать корабли в любом порту мира. Тогда и страховщики откажутся иметь дело с нарушителями. Общественники говорят, еще летом подавали такие предложения в Кабмин. Но реакции пока никакой. Ирина Исаченко, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. И там же в аннексированном Крыму с концертом выступил известный сербский композитор Горан Брегович. На днях он исполнил свои произведения в Севастополе. А в интервью местным СМИ Брегович заявил, что возможные санкции ему не страшны. И вот почему. Скажите, вы не боитесь, что из-за вашего концерта в Крыму у вас могут потом, ну, не знаю, срываться концерты в Европе? Да мне все равно. Во всяком случае, мы на Балканах всегда чувствуем величие, которое исходит с Востока. Брегович через полтора месяца собирается выступить и в Киеве. Концерт запланирован на 16 мая. Но и сегодня стало известно, что кинорежиссер Никита Михалков собирается в Луганск с премьерой своего нового фильма. В Службе безопасности Украины отметили, что как только он незаконно пересечет границу, они примут соответствующие меры. Ну, а в Москве сегодня ночью снова зачистили место убийства Бориса Немцова. С моста убрали все цветы, свечи и фотографии. Свидетелям удалось снять, как около двух ночи. На Москворецком мосту появилось примерно 10 человек с черными мусорными пакетами в руках. Зачистка мемориала российского оппозиционера заняла всего несколько минут. Напомню, во вторник здесь уже орудовали вандалы. Активисты движения СЕРП разбили фотографии и развесили плакаты с оскорблениями в адрес покойного оппозиционера. Пообещали сделать это еще раз, но ответственность за нынешнюю акцию сербы на себя не взяли. Тем временем на мосту, где месяц назад был застрелен Борис Немцов, постепенно вырастает новый мемориал с фотографиями и свежими цветами. Все, что они делают таким образом, это подчеркивает свое ничтожество. Я уверен, что через несколько дней, а может быть даже уже через несколько часов, здесь будет опять море цветов. Аварии и смерти часто именно из-за глубоких ям на дорогах. Где в Украине зашкал статистики и будут ли ремонтировать дороги в этом году, об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Свадьба российских депутатов. Холодным губам здесь не место. Кошмары Андреаса, о чем рассказала бывшая девушка, пилота разбившегося А-320. Травма российского галкипера. Кто метнул зажженный фаер футболиста? Авария во Львовской области. Пятеро погибших сегодня утром в селе Дубье. Это Бродовский район. Автомобиль-фургон выскочил на встречную полосу и влетел в автобусную остановку. Людей на ней, к счастью, не было. Пятеро пассажиров погибли на месте. Выжил только один пассажир и водитель. Оба сейчас они в реанимации. Причины аварии сейчас выясняют. Загинули пятеро пассажиров автомобиля. Это молодые парни. Все они жители Бродовщины. И за предыдущими данными, они ехали ворота на работу. Пока неизвестно, произошла ли эта авария из-за состояния дорог. Но именно она во многих случаях становится причиной ДТП в Украине. Часто со смертельным исходом. Очень много таких аварий в Николаевской области. Какие там дороги? Подробнее Кирилл Ющишин. Эта трасса, если еще можно так назвать, ведет из Николаева в Херсон. Асфальт здесь напоминает лунный ландшафт. Сплошные выбоины и ямы. Именно на этом месте произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Столкновение было неизбежным, говорит водитель автобуса. Он увидел яму, начал маневрировать. Лобовую выбросило прямо у меня в автобус. И после этого отказал. Тормоза, руль. Водитель легковушки погиб. Пассажиры и шофер автобуса чудом выжили. Общественники теперь готовят иск в суд к службе автодорог. Преступная халатность. То есть мы не верим, что у них нет денег. И во-вторых, даже если денег нет, я говорю, мы уже приезжаем, предлагаем такие варианты. Давайте вы соберите нас. Мы соберем какой-то строительный мусор, засыпем эти дороги. А вот соседняя дорога на Кировоград. Сразу за Николаевым стоит знак. Предупреждает. Путь будет нелегким. Рекомендует ехать 60 км в час. Водители говорят, это издевательство. Даже больше 20 ехать нельзя. Опасно. Ровно, ровно, ровно. А тогда в яму в поезд. Моя машина ныряет. Я номера отрываю. Ресоры отпадают. Машину бью, соляру сжгу. И здоровье теряю. И водители, и общественники утверждают, даже когда ямы латают, толку от этого мало. Буквально новая дорога год-два, и она уже вся разбита. Не соблюдая технологию. Данная технология, она подразумевает максимум один год гарантии. То есть в следующем году, если вы увидите на этих местах ямы, извините, никто не виноват. В Николаевской области в этом году на ремонт дорог государственного назначения Верховная Рада и правительство предусмотрели ровно 0 гривен. Чинить будут только в городах. Там деньги распределяют местные советы. Мы предусматриваем перераспределение по итогам 6 и 9 месяцев, если у нас будет перевыполнение бюджета. Будем надеяться, что дополнительно будут из областного бюджета направленные средства. То есть деньги на ремонт этих смертоносных ям появятся не раньше средины лета. А потом нужно будет провести тендер, это еще 3 месяца. В общем, пока вопрос не решен. Возможно, Кабмин расщедрится и выделит средства раньше. А к тому времени на этих дорогах из-за их состояния наверняка произойдет еще не одна авария. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телеканал Интер, Николаев. В оппозиционном правительстве, а его представят уже на следующей неделе, уже выяснили, что Кабмин второй год подряд не выделяет деньги на ремонт дорог госназначения. Это заявление нардепа от оппозиционного блока Александра Вилкула. Он в оппозиционном правительстве стал вице-премьером по вопросам промышленности, индустриализации и восстановления Донбасса. Правительство в прошлом году вообще не выделяло денег на дороге общегосударственного значения. И в этом году они тоже не собираются это делать. В Николаевской области вообще катастрофическая ситуация, особенно на отрезке Баштанка-Кривый Рог. Там вообще невозможно проехать. И это уже грозит перевозком грузов, использованием того транзитного потенциала, который должна использовать Украина, если хочет поднять свою экономику. Потому что это дорога на Николаевские и на Одесские порты. Украинские ученые подключаются к решению внутренних и внешних проблем страны. Инициатива принадлежит Институту стратегических исследований «Новая Украина». В ближайшее время его социологи, политологи, философы и военные эксперты посетят пять ведущих университетов. В разных регионах нашей страны планируют встретиться с коллегами и обсудить самые актуальные проблемы. Начали сегодня с Одесского национального университета имени Мечникова. Говорили о глобальном кризисе и кризисе внутри Украины. Составить общую резолюцию планируют в течение двух месяцев. Задача стоит в интерактиве. Чтобы мы могли не только представить свою позицию, свои исследования и оценки, но и выслушать, и выработать общее мнение, общие позиции, а может быть и предложение для украинской власти. Речь идет о такой специфической форме того самого национального диалога, на котором так много говорят. В эти минуты в Днепропетровске проходит митинг-концерт Днепр за Украину. На центральной площади героев Майдана собрались несколько тысяч человек. На митинге команда экс-губернатора Коломойского отчиталась о проделанной работе. Меры безопасности в центре города на высшем уровне. По периметру площади более тысячи правоохранителей. Митинг начался концертом местных исполнителей. Сейчас на сцене выступает Руслан. 1-0 сборная Украины проиграла сборной Испании в отборочном цикле к первенству Европы. Как встречали нашу команду в Севилье? И кто вместе с футболистами отправился на этот матч? Смотрите. Выезд сборной команды по футболу на Пиренеи это неминуемый контакт с наиболее многочисленной в Европе украинской диаспорой. Наши нелегалы и полулегалы из Испании и соседней Португалии шутят, что могли бы заполнить весь стадион, если бы не испанцы. За числом дело бы не стало. Донбасс и война это тоже часть футбола. Сегодня даже появление в составе футбольной делегации журналиста из оккупированного Донецка это событие. Эдуард Киселев умудряется издавать всеукраинскую газету «Спорт-арена» на территории так называемой ДНР. И ее продолжают покупать за украинские гривны. А в Донецке немножечко стреляют. Нет света, нет интернета. То, что необходимо для выпуска газеты. Удивляет то, что в самолете практически не говорят о футболе. Здесь игроки читают общеполитическую прессу. Футболисты из разных регионов общаются между собой, обмениваются опытом. Тут даже присутствуют бойцы АТО, которых пригласили на выездной матч национальной команды, забрав их практически из больничной палаты. Киборгов из 95-й аэромобильной бригады отбирали по принципу «Кто может передвигаться, летит». У этого парня с Хмельниччины было более 20 операций на ноге, но ходит сам. Первый за кордоном. На данный час выражение чудовое. Думаю, все будет лучше. Треба нам обовысково вернуться с перемогой. Тренер Михаил Фоменко не признает непризнанные территории. Несколько человек у него представляют «Донецкий шахтер», а двое даже «Луганскую зарю». А ведь болельщики этих клубов даже не могут посмотреть футбол по телевизору. У них запрещены украинские каналы. Ну, они болеют, как бы, есть там, да, люди ездят, они там передают приветы, как бы, с «Луганска». Они там работают, но они стараются через интернет следить этот момент за «Зарей». И дом у меня в Донецке. Сколько звонят людей из Донецка у меня знакомых, там просят помощь, и что там и ничего есть, и работы нет. Ну, это тяжело воспринимать, поэтому, как бы, переоценка ценностей произошла на 100%. После игры был уже только футбол. Капитан команды Анатолий Тимощук приехал на поединок из России, где выступает за «Зенит» и провел рекордный 138-й матч в составе сборной. И он сказал то, что сейчас в головах у всех украинских игроков. Ну, а российских футболистов без особого гостеприимства приняли в Черногории. Уже на первых минутах отборочного матча Евро-2016 местные болельщики бросили во вратаря зажженный фаер. Галкипера отправили в больницу, у него сотрясение. Матч остановили. Арбитр колебался, но все же через полчаса возобновил игру. Во втором тайме в российскую сборную полетела зажигалка. Произошла потасовка. Со счетом 0-0 судья окончательно остановил матч. В Черногории сборная, которая светит техническое поражение, утверждает, что агрессию фанатов спровоцировали российские болельщики. Они якобы, вопреки запрету УФА, вывесили символику Новороссии и сожгли флаг НАТО. Найти живыми вознаграждение несколько миллионов долларов. Это не заявление времен Дикого Запада, а официальный текст на сайте американского госдепа. Кого ищут американцы, причем здесь Россия? Дмитрий Еловский о новых кибербандитах. Ищут американцы графа и админы. Это псевдонимы, которые взяли себе два россиянина. Роман Золотарев и Константин Лопатин. Хакеры и киберпреступники. Они на протяжении нескольких лет воровали деньги с личных счетов. Американцы вделали поддельные документы, торговали банковскими картами. Золотарев, он же админ, опаснее. За него обещают до 2 миллионов долларов. За графа Лопатина до миллиона. По сравнению с украденными суммами, вознаграждение, честно говоря, более чем скромное. Ведь подхитить с разных счетов им удалось десятки миллионов долларов. Считается, что оба злоумышленника сейчас находятся где-то в России. Но надежды на их выдачу, собственно говоря, очень мало. Поэтому всем, кто что-либо знает об их месте нахождения, предлагают обратиться в американское консульство или посольство. Это не первая охота на российских хакеров. В прошлом месяце за другого киберпреступника Евгения Богачева Америка пообещала аж 3 миллиона долларов. Но надо сказать, что есть в практике правоохранительных служб Америки недовольно удачные операции по поимке кардеров, так называют мошенников, которые работают с банковскими карточками. Например, летом прошлого года в аэропорту Мальдив был задержан, а позже экстрадирован в Америку сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман. Говорят, он был причастен к раже и продаже 2 миллионов номеров кредиток. Но россиянин все отрисает. Вообще, честно говоря, угроза банковскому сектору. Здесь сейчас в приоритете работы всех американских спецслужб. Два основных направления, откуда исходят эти угрозы, это Россия и Китай. И насколько готовы США к кибервойне за свои счета, пока что, честно говоря, не очень понятно. Дмитрий Иловский, Юрий Романник, подробности. Американское бюро телеканала Интер. Родственники погибших на борту аэробуса 320 получат компенсацию от Люфтганзы. Каждой семье авиаперевозчик выплатит по 50 тысяч евро. Самолет дочерней компании Люфтганзы, Джерман Винкс, разбился во вторник. На его борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Главный подозреваемый крушения – это второй пилот рейса Андреас Любец. Его действия французская прокуратура квалифицировала как непредумышленное убийство. По их мнению, решение Любеца уничтожить самолет было спонтанным, а не осознанным. О чем рассказала бывшая подруга пилота Джерман Винкс, и почему другой американский пилот требует компенсацию за свое психическое расстройство. Об этом и не только в нашем обзоре. Андреаса Любеца часто мучили кошмары. По ночам он просыпался в поту с криком «Мы падаем». Подробностями личной жизни пилота, погубившего 149 человек, поделилась его бывшая девушка. В прошлом году Любец сообщил ей, что сделает то, что изменит систему и заставит всех его запомнить. Напомню, при обыске дома 27-летнего пилота нашли антидепрессанты. Также известно, что 6 лет назад он посещал психиатра на протяжении полутора лет. Как заработать на психическом расстройстве? Пилот американской авиакомпании JetBlue требует от работодателя компенсацию в размере 15 миллионов долларов за свой приступ на работе. Три года назад Клейтон Осбон сорвал рейс. В припадке эпилепсии бегал по салону самолета, кричал об Иисусе Христе и Аль-Каиде. Мужчина уверен, что в авиакомпании должны были заметить его плохое самочувствие и запретить садиться за штурвал. В Германии гонщик влетел в толпу зрителей. Один человек погиб, несколько пострадали. Инцидент произошел во время популярного ралли на трассе Ньюрбург-Ринг. На повороте пилот потерял контроль над машиной. Автомобиль перелетел через ограждение и приземлился на крышу в зрительской зоне. Сам пилот отделался испугом. Рояль в кустах, точнее на горной вершине. Туристы, покорявшие холмы американской Санта-Моники, с удивлением обнаружили на своем маршруте музыкальный инструмент. Для них было загадкой, каким образом он оказался на горе, откуда до ближайшей дороги, 3 километра, да еще и по узкой тропинке. Оказалось, инструмент героически вытянули на вершину местные музыканты для съемок клипа. Только от жизни собачьей в Великобритании молодая девушка за несколько месяцев превратила лису в домашнего любимца. Дикий зверь по кличке Тот ведет себя как собака. Виляет хвостом, выпрашивая еду, возится с игрушками и даже ходит на поводке. Переняла лиса повадки двух псов, с которыми живет. В эти минуты многие здания мира погрузились во тьму. Сегодня проходит всемирная акция «Час Земли». Ровно в 20-30 люди по всему миру добровольно отключают свет, а на многих достопримечательностях гаснет декоративная подсветка. Из-за разницы во времени гонконгские небоскребы уже вновь включили, а Эйфелеву башню отключат через час. Это самая массовая акция в истории человечества. В прошлом году ее поддержали более 2 миллиардов человек из 162 стран. Гламур, запрещенные продукты и песни по теме. Свадьба депутатов Госдумы стала чуть ли не главным инфоповодом для федеральных СМИ России. Как это было? С подробностями Данила Русаков из Москвы. Гламур местного депутатского разлива и еще приглашенные гости, среди которых персоны Нонграда в Украине. Труженица здания на охотном ряду член партии «Единая Россия» Мария Максанкова замуж вышла. Что ожидаемо за своего коллегу из КПРФ. На этих фотографиях видно, как 37-летняя в прошлом актриса, несмотря на кризис в стране, в дорогом платье принимает поздравления. Гостей почивали непатриотичными сырами французского производства из патриотического контрсанкционного списка. Среди тех, кто желал молодоженам всего, чего положено, и фарцовщик футболками с эмблемой международной террористической организации «Новороссия» Кобзон. Был еще и Басков, который, как сообщается, хлопотал за пост министра культуры, разумеется, для себя лично. Но еще спикер не место для дискуссии Нарышкин. В довершении всего он спел дуэтом с невестой. На работу Максакова тоже пришла в свадебном платье. Новость пиарили ведущие телеканалы страны. По их данным, это первый такой случай за всю историю Думы в России. Песня Бориса Моисеева в исполнении спикера Думы и депутата, да еще и на собственной свадьбе, такого и вправду раньше не было. А теперь многие гадают, если это только начало, то что еще будет? Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Мои коллеги из «Подробностей недели» уже готовят завтрашний итоговый выпуск. И вот о чем они расскажут. Подробности недели честно о главном. Громкие аресты. Кто следующий? Для меня нет. На кого теперь наденут наручники? И вернут ли украденные миллиарды Януковича? Блокадная экономика без денег и банков. Подробности недели целый день провели в Луганске. Мы ходили по улицам города, узнавали, как люди живут во время перемирия и что такое мультивалюта. И что за нее купить можно? Бэби-туры из Луганска. Почему будущие мамы сбегают с оккупированных территорий? У нас уже в два раза больше родов, чем было в прошлом году. Жилищно-коммунальный капкан. Кого первого разорят тарифы в Украине и в Европе? Коммуналка она и в Европе, коммуналка. Сколько платят жители ЕС за свет, воду и газ? И главное, на чем экономят? Все, о чем говорят и спорят, в подробностях недели. Ровно в 8 вечера, в воскресенье. Ну и чтобы все запланированное на завтра вы успели вовремя, не забудьте этой ночью перевести стрелки часов на час вперед. С завтрашнего дня Украина начинает жить по летнему времени. Новости для вас всегда доступны на сайте подробностей.ua. В прямом эфире мы увидимся через неделю. Мирного вам вечера и до встречи. Мирного вам вечера и до встречи.